В случае опасности слушай государство. Именно под таким девизом на этой неделе началась всеэстонская кампания спасательного департамента, в ходе которой жители знакомятся с различными каналами оповещения об опасности. О том, как государство собирается донести до жителей предупреждение о сложных ситуациях, мы поговорим с нашим гостем. Сегодня это спасатель Андрей Доронин. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте для начала раскроем понятие кризисной ситуации. Что это такое, что в него входит? Кризисная ситуация это любое масштабное происшествие, в котором люди не получают привычные для себя услуги, будь то электричество, вода, доступ к интернету или медицинская помощь. То есть это может быть какая-то природная катастрофа? Конечно, да. Это может быть природная катастрофа, это может быть какие-то военные действия, это может быть связано с, ну, по сути, с чем угодно. Отключение электричества масштабное тоже. Да. Но вот цель этой кампании как раз именно в том, чтобы жителям Эстонии дать понять, что информацию нужно получать из официальных источников. Потому что государство, будь то любое ведомство, которое решило дать сейчас информацию, оно располагает необходимыми данными. А люди, которые узнают где-нибудь в Фейсбуке, это может быть каналы, которые просто заблуждаются элементарно, могут совершенно некорректную информацию получить. Это может плохо сказаться. Ну, официальные источники, это, например, сайт kris.ie, это уже когда что-то случилось, или если будет кризисная ситуация, это может быть сирена, или это и аларм, оповещение, смс, которое уже опробовано, или это публичное радио, например, ERR. То есть те, которые государство, в этой кампании все сказано, те, которые государство признает своими официальными источниками. Если вдруг такая ситуация, что нет электричества, нет интернета, не работает телефонная связь. Что делать в таком случае, как людям вести себя? Людям нужно ждать помощи, и для того, чтобы этой помощи дождаться, необходимо иметь запас. Запас аварийный, запас еды, запас воды. Это, кстати, предыдущая компания, которая как раз рассказывает о том, что оливальмис и брошюры, которые будут разосланы в каждое домохозяйство Эстонии, как раз об этом говорят. Цель вообще этой компании в том, чтобы люди были готовы какое-то время обходиться без помощи, чтобы они могли спокойно дождаться. Ну, кроме того, есть еще такие источники информации, как, например, радио на батарейках, может быть, для кого-то давно забытое, для кого-то вообще незнакомое. Вполне возможно, стоит тоже его приобрести, что также сказано, например, вот в этой вот брошюре, которая будет разослана. Если нет электричества, негде узнать информацию, но если ты заранее прочитаешь все, что есть вот в этой книжечке, то можно быть готовым и спокойно дождаться помощи. Это так? Да, это как раз одна из целей, почему эта брошюра была напечатана, во-первых, на нескольких языках, во-вторых, печатный текст, и здесь довольно-таки крупным шрифтом написаны самые необходимые вещи. В том числе и телефоны необходимые. В том числе и телефоны, например, телефон 1247, опять-таки, который в случае кризисной ситуации можно попытаться узнать, что там происходит. Когда нет электричества, открываешь печатные издания, смотришь, и можно получить информацию. Стоит ли обговорить это все со своей семьей, с членами семьи, или же достаточно того, что вот глава семьи, например, знает, что делать, и этого достаточно? Ну, я думаю, что стоит не только с членами семьи обговорить, но не помешает также обговорить со знакомыми, с друзьями, с близкими, и чем больше какой-то комьюнити общества будет готово к этому, тем лучше. Давайте подведем итог нашей беседы. В случае кризисной ситуации, прежде всего, где получать информацию? Кризис.е, это смс-рассылка, это публичные радиоканалы, ну и в крайнем случае это сирены, которые будут установлены к концу года в 22 населенных пунктах Эстонии. Ну, будем надеяться, что ничего такого не произойдет. Да, будем надеяться. Андрей, спасибо, успехов вам. Спасибо. Психологи говорят, что в 70 процентах случаев неподготовленный человек при звуке сирены или взрывов теряется. Организм реагирует ускоренным сердцебиением, паникой, скачком давления. Но именно столь необходимый разум молчит. Но именно разум должен нам напомнить о том, где получить информацию и что делать в случае угрозы. Возможно, компания, о которой мы говорили со спасателем Андреем Дорониным, поможет нам в трудной ситуации. И с надеждой на то, что такая ситуация все-таки не случится, мы переходим к другим темам.